МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сто-сто-сто. Сто взять и друг друга вот так херачить. Все деньги на меня ставишь. Король тут я. Я тебя мало проучил или что? Не понял. Ты воздух. Ты лучше меня. Победитель забирает все, проиграешь и ничего. В бою я тебя накажу. Наш генеральный спонсор это букмекерская компания Винлайн. Винлайн дарит фрибет 2 тысячи рублей абсолютно бесплатно всем новым пользователям. Все, что нужно сделать, это просто зарегистрироваться по нашему промокоду HYPE. Всем привет. Сейчас будет очень жаркая конференция. Все хотят этого реванша. Много было недосказанностей. Это Искандар, шеф-повар против Марата Исаева. Перед началом хочу сказать, что у нас проходит розыгрыш одного миллиона рублей. Переходите в наш телеграм-канал по ссылке внизу и подписывайтесь. Также сегодня мой соведущий, это самый обсуждаемый боец по ПММ, Марик Кираев. Марат Искандар, рады вас приветствовать. Искандар, у тебя недавно была защита персня в топ-доге. Ты уступил, но бой был, насколько я знаю, хороший, такой достаточно близкий. Новый чемпион Анистиланов. Я не знаю, как судили, если честно. Но я думаю, я выиграл бой. Сейчас тебе предстоит бой с Маратом, реванш. Ты уступил в первом бою, но ты не согласен с решением судей. Кто-то тоже не согласен. Что скажешь по поводу того боя? И рад ли ты, что сейчас реванш у вас получится? Ну, по этому бою мне позвонили, предложили. Ну, я особо не думаю, согласился. Ну, нам интересно. Мне кажется, всем интересен этот бой. Из-за этого я думаю, нужно зарубиться. А что нет? Ну, это для тебя принципиальная история? Хочешь? Да нет, уже какая принципиальная. Столько времени прошло, уже никакое принципиальное. Уже все взрослые люди. И никакого нет у меня, по сути, даже негатива. Просто, ну, типа, подраться чисто, закрыть поражение, которое я не заслужил. Свят, ты тоже считаешь, что в том бою Скандар выиграл? Короче, я так скажу. Кто считает, кто как выиграл в том бою? Какая разница? Бой прошел, было решение. Сейчас есть новый бой. Сейчас главная задача в этом бою выиграть. Либо не довести до решения, либо выиграть убедительно. Но вот это как кто считает? Уже какая разница? Уже новый бой, новое противостояние. Надо об этом думать и к этому готовиться. Да, но этот бой будет в боксерских перчатках, 10 унций. А что за перчатки? 10 унций. Да, мне тоже интересно, какие перчатки. Я не знаю, да я не разбираюсь. Молодец, как профессионал мыслив. Я не разбираюсь, я не знаю. Есть 10 унций профи, а есть 10 унций снарядовый ультиматор. Да, да, да. Да, ММА спарринговый. Который хуже, чем ММА. А есть ММАшные? Обычно. Я не знаю, разбираюсь. Ну, я потом решу, когда. Вот через Марифу нам подскажешь. Из Марифа все перчатки. Да, Мариф, а ты как, Мариф, а ты… Тебе пробитые там? Такие подушки, да. Мариф, а ты вообще как считаешь, вот, ну, просто интересно. Твое мнение, кто тот бой все-таки выиграл? Раздельным решением судей в этом поединке победу одерживает боец из синего угла. Конечно, при всем уважении к Искандеру, Марат мой брат, я с ним общаюсь, конечно, я за него болел. И для меня он выиграл. Я не знаю, может кто, как зритель, увидел, что тот выиграл. Кто-то Марат, кто-то Искандер. Но я болел за Марата. И я считаю, что Марат выиграл. Но ты куда видишь, подует, так и скажешь. Я бы не хотел, если честно, второго боя, так как я Марата, ну, очень сильно люблю. У него проблемы со здоровьем. И я бы, если честно, этого боя не хотел. А он на это рассчитывает, думаю, у меня проблемы с ЧК Пуша, чувак, там титановая пластина, что ты понимал. Я считаю, тебе нельзя драться, лучше не дерись. Я на что-то не рассчитываю, мне предложили, я даже не знал, что какие-то у тебя проблемы. Я извиняюсь, у меня уже был бой. Если у тебя проблемы, не дерись. Нет, у меня нет проблем, у меня уже был бой, это всего лишь отёк, который выйдет год-два. Мне предложили, я говорил, ну, давайте драться. Сотка? Бат, химия, жёсткая химия, джейм, всё самое выше, джейм, 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 джейм. А сколько реально весит в Краватуре, прям набрал? Я буду гонять 20 килограмм. Ты что, реально сотку весит? Но я в тот раз гонял на Ахруна 18 500, 900. А сейчас сколько? Сейчас вещи 94. Я вижу, подобираю чуть-чуть. 94? Офигеть. У меня кость ещё тяжёлая. Ну, суть не в этом, я сгоню, 74, правильно? Ну, я не знаю, сколько там договаривались. Скандар, а у тебя такого нету? Килограмм-то имеет значение. У него со здоровьем проблемы. Нет проблем, я бы не смог. У меня уже был бой на одного часа, пять дней назад. Дай Бог, чтобы всё хорошо. Был бой, нормально всё прошло? Да, всё чётко. Но в этом бою не было, да, никаких проблем с челюстью? Ну, он по мне не мог попасть, мне уже стало интересно, как я себя поведу в дальнейшем. Я уже встал в глухую защиту, чтобы меня били, и принял удар. Почувствовать, да, чётко? Да, понятно, всё чётко, ещё лучше держу. Короче, не будет такого, да, просто мы, я, например, как организатор, да, вот хай-файтинга, я, например, не хотелось бы, чтобы такая ситуация получилась, что, допустим, Искандар попадёт, и ещё хуже проблемы будут. Посмотри, где ты видел меня, когда вышел со сломанной рукой с ним, после ассасина с ним убился, и продолжил биться со сломанной челюстью? Где вы видели, чтобы я снялся? Даже если мне снова сломать, я буду биться. Дух не сломает. Дух не сломает. Бой, просто бой. Дух он вечен, да? Бой. Я сделаю вес, я буду, и всё, а там уже пройду его, если получится у меня. Это опасный спорт, даже без травмы можно сломать челюстью руку, и так, что если... А как ты считаешь, сейчас ты будешь готов к тому, чтобы выиграть Искандара? Мне ещё легче будет. Почему? Потому что я его прочитал. Как, книгу? Ну, книжку я не читал, книжки я рвал, а в этом случае я его прочитал. Прочитал? Прочитал, да, здесь уже будет легче. 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 Никита, ты тогда на ходу. А после уже кавалерик Ирванович, который это пятно в моём сердце есть. В блоке здесь тоже титановая пластина, две сантиметра. Я просто ощутил её. И будет притягаться, правда, знаешь, как магнитами. И вот маленькое пятно есть, осадок в моём сердце вот. Вот это пятно. Каваленко, да, поэтому июнь месяц, июнь... Пока ты в Тайланде дыхал, уже столько профессионалов выигрывал здесь. Июнь месяц, мы уже дались по рукам, июнь, как я буду готов, сейчас пост у нас будет, пост не буду заниматься. 94 ты весил? 93. Да, я думаю, ты на посту тоже его выиграл. Сделал, сделал. Сама вес можешь не гонять, можешь хоть сотку весить. Красавчик, уважуха. Смотри, Марат, а сейчас бой будет боксерский, причём от некин туса для тебя это лучше? Боксерский лучше? С точки зрения твоих навыков? Нет, для меня не лучше, потому что в ММА всё-таки у меня урона было больше шаг, я был больше его на 11 килограмм. А здесь боксерский будет мягче. Ну давай, может, в культусах. Можно другую культусах? Да. Нет, почему? Так лучше проволоку, а другую. Я это хотел в культусах, но у меня вот, видишь, смолу по ту стеклу. Да, и мне культусах не особо приятно бить. Знаете, бой для меня интересен, это Искандарт там с нами, я к нему сам вообще ничего не играю, Порошок. Говорю, смолу зато разговаривали, говорю, у него травма. Да, я вот услышал что-то, и поэтому я спылил. Бой был видео, когда он полноценно здоров. Челюсть, брат, это не рука, так-то любой может травмироваться. Да-да. Смотри, я с ним тоже дрался с травмой, если честно, ну, когда у меня... Ну, не челюсть. Да. У всех травма у бойцов, типа, они не рассказывают про травму, понял? Нет, если человек выходит уже сюда драться, уже все, травм никаких нету. Да, слушай, не что бы вы говорили, вот у меня челюсть. Спасибо всем, кто переживаете, все, я знаю, куда я иду. Раз момент. Второй момент, думал, чибис будет. Я уже обалк, я спросил, с кем пришли, мне сказали чибис. Хотел ему вопросов задать, но его нету, так что не будем эту тему поднимать. И другой момент, по поводу, ну, то, что в видео можно, да, обсудить вкратце? Да-да. Какой бойцов? У нас бывший бойцов. Ты зачем у него спрашиваешь? У меня спрашивают, я тебе, да, говорю, брат. Всё, страшно. Ты мне не пожнуов руку, это твоё право, да. Эй, эй, эй. Ну, Марат, зачем? Эй, эй. Что он, стоп, стоп, стоп! Эй, стоп, стоп! Эй, стоп, 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 стоп! Ах, парни! Стоп, 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 стоп! Не будем говорить, где, что у нас за это было, как у нас за это было, ну это лично, после вот час, у час у тебя был бой с Анисом, Да, смотри у нас, постой, подожди, а что человек тебе подходит инуть руку, ты ему так же не пожал, ну не перебивай, я тебе дам время сказать, ты скажешь. После, вы как-то перстыли в раздевалке, он уже подошел, сказал, брат, мне это не нужно, хай, пятое, десятое, дает тебе руку, ты ему кидаешь кулаки, вы дали пару рукам, бой. Я ему не даю, я ему говорю, на, ну, после боя вы с ним отбились, ты спортсмен, он спортсмен, ты и там не протянул руку, я тебя мало проучил или что, я не понял, в ринге, а ну как это, не подожди, 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 отбились, зачем ты мне до боя, я еще не закончил, зачем до боя, я сам, мы вот стоим в ринге, и нам говорят, середины бойцы, дайте по рукам, Добой всегда кулаки даю. Подожди, я первые руки не подал, ты мне сам крутил. Кулаки всегда даю, хорошо. А зачем ты мне дал тогда кулак? Я всегда всем даю домой. Хорошо. А после боя не дают? Нет, смотри, подожди. Вопрос, ответ, после боя руки не жмут по смену? Нет, нет, не жмут. Он меня вот так тянет, зачем, я ему просто кулаки даю. Я всегда дома, после кулаки. Я тебе за себя говорю раз, и доказать, что тебе вот это чуть-чуть есть, чуть-чуть не хочу тебя обидеть, чуть-чуть не люблю, как ты называть, я не знаю. Ну неправильно, воспитание. У меня тоже было много чего тебе неправильно, но я, в будущем, я тебе клюсь, вот честно, если я даже проиграл, я тебе дам руку. Даже если я здесь проиграю, я тебе дам руку. Ты почему не дал мне, и второй момент, потому что пацан с Анисом, ты его тоже не дал. Плохо воспитал, брат, плохо. Я не все руки жму. Смотри, когда люди говорят, что-то много, меня научило, или так, вот, то, что когда люди говорят до боя, много что-то обазарят, например, я не жму им руки до боя, если ты не жмешь руки, смысл после боя жать. Если ты такой человек, и, я не знаю, до боя... Не, ну подрали, все там забыли, все пожали... А, ну что, от брак еще закатились? Анис, например, вот... Он тоже себя так вел Анис, тоже до боя, так вел туда и сюда, не жал руки, а потом после боя тянет руки. Это лицемерие, понял? Это лицемерие. Искандарт, что-то тоже... Я не делал так, я свою глинию... Знаете, мне, например, лично... Ну, конечно, а если так, то зачем мне? Мне лично тоже, ну тут, как бы, доля права тоже есть... Нет, ну ты же понимаешь, это можно раскачивать. Нет, конечно, я об когда разговариваю, ты слушай. Нет, он потом выходит там, типа, никакого трэш-тока. Я говорю, какой трэш-ток? Я говорю, получается, ты лицемер. И он второй раз ты в руку тянешь. Я говорю, если ты при всех не даешь руки, а потом, когда один на один встречаешься, даешь... Дайте младшему сказать, давай. Дайте младшему сказать, давай. Просто бывают такие ситуации, мне тоже, например, не по кайфу. Знаете, когда жёсткий трэш-ток, прям люди матерятся друг на другу, чуть ли не всё задевают, а потом после боя руки жмут. Ну, конечно. Где же мы были в бою? Где же мы были в бою? Не-не-не, я вообще говорю... После боя просто никто не дал, руки жмут. И, например, руки жмут. Брат, это всё там ради... Он его не принял, он мне не принял. А вы сейчас поздоровались с меня вопросом? Нет, просто вот так он чё сказал, я сказал, чё ты сказал, там модели, они общались. Ну вот так, мой вопрос, если вы вот сейчас нормально общались. Не было, я... Он даже в инстаграме... Не, вот сейчас... Фятослав, Фятослав. Фятослав. Он меня даже в инстаграме заплакил. Знаешь, почему я понял? Я вижу, где он пашет. Я пишу, эскадер, пахарь. Паши, занимайся. Я не отвлекаюсь просто, понял? А я ему просто пишу, паши. Я вижу, он там бегает на беговой дорожке. И раз, и второй момент. То, что вы говорите... Сделали из чибиса покойного Юрина Гагарина, который там планету открыл. Спас, кого он спас? Эти люди вышли, вся толпа, да? После того, как чибиса залетела даже... У тебя одна проблема, потому что ты живёшь в прошлом всегда. Какой прошлый? Нет, вы просто ляхнули, и люди в это верят. Но есть ещё другая сторона. Я не бегаю по всяким интервью. Вот я... Послушайте меня. Вы пошли к Махно. Там были, здесь были. Ну вот интервью дали. Меня тоже. И Тарас вызвал, и те звали. Я никуда не пошёл. Мне это зачем? Не знаю. А вы почти всем доказывают. Твой бывший тренер, а тебе дал интервью. Ты видел? Твой бывший тренер, с кем-то проходил лагерь, а тебе дал интервью. Какое? Ну вот такой набор, кто со мной тебя готовил. Кто? Ну кого там... Кого ты там чуть подвинул? Ты про Кривош Руслан? Ты говори прямо. Я не знаю, что ты говорил. Я имя, фамилия не знаю. Зачем вы говорите. Если имя не знаю человека. Просто где вот ты? Там всегда вот нечисто, всегда вот так вот. Как нечисто? Ты непонятно что говоришь. Афиталь, попасться скажи. Что ты знаешь? А что ты не знал? Конкретные трены скажет. Конкретные трены? Конкретные трены. Канара должен быть мне дал сбой. Ну короче, а прокинул, дадим. Слушай. Я знаю другую совершенно сторону. Есть видео в Ютубе, я лишь в Ютубе видел. Ну вот опять смутно по очке. Ну это же неправда. Как не правда? Ну а ты откуда узнал? Ну вот знаю Слушай, был бы здесь сейчас с Кривушей, и туда бы можно было пообщаться Увидим мой поговорим Увидим мой поговорим Если как раз я здесь с ним был с Кривушей и пообщался Ты тут опять при каких делах вообще залез? Просто людям, ну я тебе обещаю Людям открываю глаза, что ты такой, как ты себе преподносишь Все вокруг тебя эти Люди все видят? Все знают Да слушай, я знаю, он нормальный пацан отвечаю Вот я его знаю прям Я бы с ним не общался Я бы с ним не общался Я бы не общался Нормальный пацан Ну даже вот этот бой Почему ты недоволен решением с Анисом за персень? Ты считаешь, что выиграл? Бой спорный Там просто говорили до боя Тебе дарили баллы, и ты и ту не смог выдать пацана С него сняли карты Ну бывает победы, бывает прогрессы Ну что делать? Ты что же выиграл? Ну здесь я не буду таких судей, кто будет тянуть Здесь будет Здесь будет Здесь будет мой дядя здесь Че? Че ты тут выпендриваешься? Брай, я гоняю 20 кг, это для тебя плюс Мне еще нужно восстановиться, прийти в себя Ты считаешь вес то, что у тебя не преимущество это или что? Нет, конечно А зачем ты мне преимущество? А зачем весовые категории придумали? Вот ты как профи скажи Весовые категории просто так придумали походу Почему профбойцы таки веса гняют? Я думаю, они все понимают Конечно просто хочешь этим Ты лучше меня Все, ну в ринг выйдет нам покажешь, это слушать ты или не лучше И все, о чем много говорить У тебя ребенок родился? Я тебя позволяю До здоровья Чтоб все было хорошо И сарказный, еще я тебе шуток говорю И 33 гонорала хочу от себя ребенку У насмейся на пятый, десятый путь Пусть будет Я у Альфреда спрошу Вот наступил такой момент, они оба стоят и судя на тебя смотрят и говорят нича Вот кому отдать? Чуть-чуть в сторону Марата Такого вообще в тот раз не было Я вот даже В тот раз ты же подошел, я там сидел в комментариях А, в тот раз я С Камаратова, да Кто в промоушенах разбирается изнутри Регбист, я не знаю почему регбист думал, что мы подсудили Он сам владелец промоушен Он должен понимать, что вообще нету вариантов подойти к суде и сказать дай победу тому Это им потом, но они потом встрянуты за это Я не знаю, почему наши решения вообще не рассмотрели А вы подали пиляцию? Я не знаю, там должно было организация Решение какое было? Единогласная раздельная? Раздельная, да Раздельная, да? Вы подавали апелляцию? Я не знаю, что-то сказали, вы же там общались с регбистами Не-не-не, раздельное решение Единственный вариант, когда можно подавать апелляцию, это раздельное решение Вы могли сразу подойти к Роману Жолову и сказать дайте нам апелляцию Он что-то ригбист говорит, что ты не принимал апелляцию Такого быть не может Пусть он в переписке найдет, чтобы я сказал не принимаем Любой человек с раздельным решением может дать апелляцию А, и у этого приняли А, Гасанбека, вон За два дня ему бой отдали сразу За два дня, да, да, да Я не знаю, я сказал, они сказали типа не принимают, не рассматривают И скандал Мое предложение такое же Кто выиграет, 50% гонорара Смотри, я работаю с командой Уверен в победе? Да? Ну, уверен в победе? Блин, зачем это вообще себе? Подожди, подожди Я вам просто свое мнение, можно скажи? Я не люблю, когда на меня тоже ставят Это моральное давление Когда на тебя поставили, и в бою на тебя моральное давление идет Дайте я одну историю расскажу История о том, что есть команда Расскажи лучше как в Тайландии Менеджеры Как там показалось? Мы, короче, сидели как-то Но ты же поставил на прошлый бой Да, но я не люблю, когда на меня, как боец, когда сам дерешься И на меня ставят Это морально очень сильно давит Нет, Света Слав когда сказал, не люблю, когда ставят Мы вместе сидели у Альфреда дома, короче И Марат говорит, все деньги на меня ставим Когда у вас бой был И Альфред, я говорю, хорошо, что не поставил на Марата Все проиграл Когда Марат с кем был? Ты говоришь, дай ему миллион выход Дай ему миллион выход Две за победу А, знаешь, как остаться было? Я же сказал, что Марат говорит, да, давай типа Хоть 300 выход и 2 миллиона за победу Я думаю, может реально А мы следующий бой так сделаем В этот раз можешь все ставить, я тебе обещаю Давай так 300 тысяч за выход и 2 миллиона за победу Ты готов? Подожди, Света 3 миллиона за ММА Да, мне боксин интересен, он у меня выиграл на ММА В боксе понятно, я его перееду Это всем понятно Я готов сейчас с тобой поймать Я поставлю на Марата Я поставлю на Марата сейчас на ММА Серьезно Давай мы сегодня Ты уже верил в своей победе Скандаль, ты сколько ставишь? Что? Давайте договоримся с каким-нибудь выгодным условием Чтобы не было вот это морально давки Типа за победу что-то будет такое-то, такое-то, дальше Когда просто ставят, либо ты проиграешь, либо у тебя будет все Это немного морально давит Лично для меня так Вот я по себе знаю Но можно что-то придумать Такое, что Давай что, если я выбил, что здесь? Не, давай 200 выход, 3 победа Накинь ты Оооо! Подожди, а если я выбил, то что здесь? 5 миллионов победа Я согласен 200 выход, 3 победа С тобой обсудим Нет, подожди, нет С ним наканчивай Я что я Я дома ел 200 выход, 3 побед А он быстро забывал Я потом Нормально Эй, вообще знаете как дружба их не появилась? Этот человек не отвечал ему. Сколько ты хочешь, дай его голову. Давай-давай. Пять миллионов нормально будет? Так как у моего друга, у него не хочу узи карман. Полтора я готов. У него карманы так маленькие. Полтора я готов. Полтора тоже не было. Как это? У Мариф полтора не зарабатываем. Как это? Мы сейчас не будем. Да это он говорит на камере. Подожди, твой бой, понял здесь? На, твой, твой, твой. Мы согласовываем? Мне больше всего жаль людей, которые верят в сказки, что у Марифа 2-3 миллиона гонорара. У него миллион максимум. Вот этих людей мне реально, которые смотрят новости Hardcore News. Офигеть, у Марифа 3 миллиона за бой. Да вы серьезно, ребят? Розовые очки снимите, в конце концов. Сказки рассказывают. Искандер, все, то что у меня было, я тебе все высказал, сказал. Хочу сейчас, давай все убьем. Между нами, чтобы ничего не было. Только спортивное. Увидимся. У тебя будут проблемы, ты можешь мне обратиться, я в санурядном помогу. Твоей помощи не прошу, давай оставим все. Чисто спортивное. Да, чисто спортивное, чтобы не было между нами. Для вас чисто спортивное, но Альфредо не хочет спортивное. Ну что, негатив. Рукофажа тебе вырезать. Да зачем, Марат? Я тебе хотел больше, да. Марат так хорошо начинал. Что ты делаешь? По бою. Прямой эфир. Прямой эфир. Самое начало апреля. Всех ждем. Давайте встардам сделаем. Давайте. Хамазина вижу. Своих вижу. Манка гуляет. Так у меня левая гоняющая. А, вот так давайте покинь ты. Левая гоняющая шла у меня. Всех приветствуем. Со мной вновь Арая Чабанян. И сейчас мы будем разбирать очень интересное потенциальное противостояние Мурадбек Касымбай и Шаухао Чурчаев. Мурадбек, давай с тебя начнем. Мы тебя давно не видели. Ты вообще очень сильно полюбился нашей публике хайпфайтинг. Расскажи, куда пропадал. Всем ассалам алейкум. В первую очередь, хочу объясниться перед своим зрителем, куда пропал, что случилось. Был случай после Нового года. Заболел омикроном. После чего у меня были проблемы со зрением. Появились какие-то пятна. После как выздоровел, пошел на тренировки и были спарринги. Попал на спарринги. И после спаррингов у меня буквально 20% зрения вообще нижняя часть не видела. Проверился. Диагноз – разрыв сетчатки. Наверное, все смотрели фильм «Бой с тенью». Ну, у меня примерно такая же ситуация, как у главного персонажа. Экстренно меня оперировали. К моменту операции я уже не видел полностью. Потерял зрение. Но, благо, операция была очень тяжелая. Процесс операции. Вытащили глаз. Был разрез. Залили силикон и зашили все это. Сейчас прохожу реабилитацию. Была такая тяжелая ситуация, почему пропал в соцсетях. От того, что я не работал одним глазом, мозг отвык работать. И перестал подавать сигналы. После чего была страшная косоглазие. И вот вылечился. Все нормально. Ну, как вылечился. Вылечил косоглазие. Сейчас прохожу реабилитацию. Как бы шансы небольшие вернуться в спорт. Но они есть. И я верю, что я вернусь. По-любому. АПЛОДИСМЕНТЫ Как говорят. Мы предполагаем. Бог располагает. Ему виднее. Как лучше будет. Но я так же не сломлен. Был, да. Тяжелый период. Прям очень сильно напряженный. Для меня морально было тяжело. Я даже никогда в жизни не представлял. То, что я где-то могу сломаться в жизни. Но этот момент меня очень сильно подшатал. Огромное спасибо моим братьям. Которые всегда рядом. И я вот снова здесь. Сияю. Заряжен. Прям просто соскучился по боям. По тренировкам. Просто охота даже. Просто в зале зарубиться. Но на данный момент мне даже бегать нельзя. Прыгать, бегать. Ничего нельзя. И вообще изначально сюда меня позвали из-за перса. Правильно? Да. Я надеялся, что он здесь будет. И честно. Я... Ну, ты же любишь в процентном соотношении себя сверять. И мой взгляд на этот бой 70 на 30. Перс не соскочит с этого боя. Просто были много предложений. Поступало от Fight Nights, от разных лиг. Везде давал я... Соглашался. Всегда отдавал положительный ответ. Но, как видите, этого боя так и не состоялось. Мы были близки к тому, чтобы договориться с Персом. Да. Хочу сказать одно. То, что если вдруг мне даже врачи запретят, если вдруг... Ну, моя карьера сейчас под угрозой. Если вдруг мне запретят, то я готов даже с одним глазом подраться с Персом. Я всегда готов принять этот бой. Именно Перс – это мой принципиальный соперник. Если у тебя этого не получится, поверь мне, я его уроню. У нас скоро должен быть бой. И также я хочу один вопрос задать. Я сомневаюсь, что у вас будет бой. Вообще, я сомневаюсь, что у него будет бой. Видишь, нормально все. А сейчас у меня? Да, да. Вижу, не так хорошо, но лучше, чем темнота. Смотри, а в лучшем случае, через сколько бы мог состояться тот первый бой? Ну, я думаю, если, дай Аллах, пройдусь по операции, сетчатка легла идеально. Сейчас проходит восстановительный процесс. Каждый месяц обследуюсь. Прохожу такие небольшие операции. Ну, там, пятиминутные буквально. И через полгода уже мне можно будет тренироваться. Ну, я думаю, к осени. И вообще, я планирую в этом году провести как минимум три боя. Ну, азат мне сказал, твой брат, что даже, возможно, получится много раньше, что ты подерешься. Грубо говоря, даже, ну, возможно, до осени. Просто, может быть, не такой принципиальный соперник будет. Всякое может быть, как организм мой воспримет это, как он вообще переборит это. И когда я буду готов, я уже скучаю по боям. Я уже хочу просто прийти в зал, зарубиться. Смотри, Мурабек, лично я, я думаю, многие зрители с тобой согласятся. Для тебя сейчас вижу несколько топ-боев идеальных для твоей карьеры, грубо говоря. Предположим, ты через пару месяцев восстанавливаешься, проходишь реабилитацию. Ты, в любом случае, ну, скорее всего, подерешься по полума. Я думаю, все будет хорошо. И я вижу, ну, если отбросить перса, это номер один для тебя хороший вариант, я имею в виду. Я думаю, один из лучших вариантов боев для тебя, это Шовхал Чурчаев. И, ну, кто у нас еще? Ну, наверное, даже... Арби, можно. Арби, а, ну, это уже, если на руках, это Арби Харун, наверное, тебе лучше ММА. ММА? Я скажу, он был неизвестным благодаря своему труду, упорству, боям. Он привлек, сам к себе привлек большую аудиторию. Мне было приятно, когда он меня вызвал на какой-то пресс-конференции. Еще тогда никто не знал, куда я пропал, что. Но мне было приятно то, что он говорит, есть такой очень хороший боец. И мне просто было приятно то, что признает лучшие признают лучших. Кстати, операция длилась у меня под наркозом, общий наркоз. И это был первый случай, когда меня выключили. На самом деле тебе лучше восстановиться, потому что я вот смотрел твои бои. Ты прям вот рубишься. Ты много пропускаешься, атакуешь. Я не знаю, вот в первую очередь пока зрение не восстановишь. Это кайф, да. Но вот если у тебя такие проблемы с глазами, то пока не восстановишь, мой совет вот прям не возвращайся. Я согласен. Ваше зрение потерять, мне кажется, для меня это самое страшное. Это чревато для меня. Но я сам по себе не раз говорил, много где говорил, что я очень азартный человек. Ты прям рубишься, да? Что ты не готов лицо взять и друг к другу вот так вот херачить? Я люблю азарт. Ну не знаю, это просто... Я просто хочу зарубиться. А ты не чувствуешь? Ты выступы ударов принимаешь, ты не чувствуешь? Честно, не чувствую. Адреналин, азарт. Но было такое, что получил там плюху и прям вот почувствовал именно боль. Зазвенело, захлутило. Не зазвенело, а именно боль почувствовал. Вообще, я так скажу, я часто говорил, у Биберта самый сильный удар с кем я бился. Нагибин Тимур хорошо бьет, но в сравнении у Биберта был самый сильный удар с кем я... Ну от кого я пропускал. Оставались такие боли после каждого удара. Кстати, вот Харун и Берт, насколько я знаю, они вместе росли и вместе постоянно дрались. Я слышал, дрались, не дрались, не знаю, но я слышал то, что Харун тренировался под руководством Хусейна Туменова. И мы все знаем, они очень хорошие ударники. А если честно, Мурадбе, какой был бы бой более интересен? Например, с Харуном на руках или с Шавхалом по ММА? Вот для твоей карьеры, для тебя? Честно, я так скажу, Шавхал более известный и людям... Вообще, я считаю, пусть люди выбирают. Мы же бойцы, мы не выбираем. Какой бой понравится больше публике, наверное, тот. У Харуна пока хромает мединность, но бой, тем не менее, мы оба просто зарубимся. Это понятное дело, что бой будет и с Шавхалом хороший, и с Харуном хороший. Но Шавхал, он более меди... Ну, я тебе обещаю, как этот перс, я не буду бегать в октагон, и мы прям зарубимся, если у нас будет бой. Но тебе интересен, да, бой? Ну, он сейчас, Мурадбе сейчас говорит, у него так и так с зрением проблемы, честно. Да. Сказать, после этого сейчас он не знаю, как у него... Весовая у вас одна? Да, я думаю, да. Со здоровьем как, если у него там со здоровьем нормально будет, то можно было сделать бой и показать здесь. Я думаю, самый, самый такой мы укресили бы этот бой. Смотри, Шавхал, допустим... Да, вот Шавхал показывает некомпромиссные бои и то же самое. Рубится, да, молодец. Да, и бой просто будет. Не нравится боя. Прекрасно. Смотри, Шавхал, ну, допустим, я думаю, есть хорошая уверенность в том, что мы сможем сделать бой. Очень хороший. Я лично, я очень верю в этот бой. Я почти уверен, что он состоится. Шавхал, считаешь ли ты, что Мурадбе будет сам твоим пасом соперника в твоей карьере? У тебя еще был Алафсет Мамеев, например. Кого ты ставишь выше по уровню? Ой-ой-ой! Попадание сейчас от Алафсета Мамеева! Турчаев, делай свой рог. Вот это бой. Очень опасно, очень опасно. А я пока добавлю, что у ребят... Бой! Очень равный бой. Очень равный. Да, я хотел с ним бой, но я не знал, что у него здоровые проблемы и так далее. Дай Бог тебе здоровья и твои близкие. Спасибо. И два раза с ним мне бой предложили с Мурадбеком. Два раза. И ни одной разы две лиги. Насчет второго раза не знаю. Один раз я перебью тебя. Один раз был момент, когда за день предложили, и я не готовился с тобой. Мне, да, с тобой? Ты про это или про кого говоришь? Да, да, да. Мне предложили, когда бой у меня должен был быть с Алафсетом, мне предложили в день боя с тобой. А, да, я хотел. Вот этот бой. А второго предложения я не знаю. Сейчас я объясню вот эту ситуацию. Честно, мне этот бой интересен с тобой. Я бы сейчас не сидел бы здесь. Но смотри, какая ситуация была. Я не тренировался. Тут я не принижаю Алафсета. Просто именно стиль Алафсета совсем другой, не как у тебя. У вас разный стиль. Нет, стили разные. Я его не принижаю, ни тебя не возвышаю. Но просто стили разные. И я часто дрался с такими, как Алафсет. Просто имеется в виду. Я уже как бы адаптирован к такому стилю ведения боя. ММА. Но тут-то имеется в виду, я был готов на тот момент даже зарубиться. Но мои братья старшие отказали. Я помню хорошо этот период, когда вот делали предложение Шавхалу о бой с тобой. И вот тогда, как сейчас помню, мы с Марифем как раз по поводу этого разговаривали. Я думаю, блин, хоть бы типа Шавхал не принял этот бой с Мурадбеком. Я, у меня, Марис Фарш, как думаешь, кто выиграет? Я думаю, ну по-любому Мурадбек. А потом... Кто, говорит, ты? Я говорю, по-любому Мурадбек. Я говорю, не хотя бы. Ты же из-за этого пересел туда. Ты уже знал. Вот. Я говорю, по-любому Мурадбек выиграет, не хочу этого боя, короче, чтобы Шавхал проиграл. А потом, вот после последнего боя Шавхал с Косаревым, когда Шавхал его вырубил... После этого два боя еще... Да, ну для меня с Косаревым бой его важен был. Потому что после этого, ну у меня сознание немножко поменялось. Если тогда, я бы сказал, точно Косаревым выиграет, сейчас для меня 50 на 50 абсолютно. Тот, чтобы ты понимал, вот зрителям тоже скажу, мы были у меня дома. И Мариф едет на бой Шавхал с Косаревым. Мне, говорит, поехали тоже со мной. Я говорю, блин, не хочу. Я говорю, я боюсь, что я расстроюсь. Шавхал проиграет, не хочу ли еще раз ехать. Я был почти уверен, что... Что ты не веришь, брат. Да. Я был уверен, что он проиграет Косаревым. Я такой, что дома закрылся. Едьте сами, говорю. И потом, короче, брат звонит такие с Марифом. Он выиграл нокаут колено. Я говорю, не может быть. И, короче, пожалел, что не поехал. Какое удаление жуткого просто в прыжке от Шавхала залетает и в нокауте оказывается Филипп. На самом деле по поводу них стойкие, я считаю, Шавхал сильнее. Стойкие, Шавхал сильнее. Вот если взять бой, если будет по правилам бокса либо кикбокса, Шавхал рычаги длиннее, как-то более мобильнее на ногах двигается. Именно с кем бы. Я могу ей сказать, я тоже любому опасен. И тут кто-то вот. Да, да. Кто там опасен? Кто свое навяжет? Альфред, сейчас мне вопрос задал с Аллаусетом с тобой. Когда у меня с Аллаусетом бой был, кто меня знает лично? У тебя с Аллаусетом. Когда знает у меня какое состояние было, и я вообще не подготовлен к этому. Я думал, когда еще у нас наше дело, нам бой хотелось сделать, я думал вообще легкий соперник это Аллаусет. Я не говорю, что Аллаусет не боец, он хороший боец, так, так. Я просто для меня, я думал, так просто легко будет мне. И вот так и там. У нас в то время, короче, ушли мы из попова, у нас это бой не случилось. Бой не случилось, вот здесь на хайпе нам этот бой сделали. Когда я не так особо готовлен был, еще я ему позвонил, сказал так, так. Ты сказал, чек радует? Нет, нет, в то время не чек я говорил. Но мне надо было рисковать идти, чтобы мой сейчас, на данный момент я где сижу, чтобы я там сидел. Я ему позвонил, у меня чуть, зуб большой у меня удален был. Вот эти три дня мне шло кровь, я думал, я чувствовал сил нет у меня. Я думаю, стоит мне, не стоит. Альфред говорит, брат, ты знаешь сейчас о чем вообще? Давай сделаем это бой. Что я сказал? Давай тогда, без разницы. Я единственный момент был, в котором я хотел уйти из боя. Единственный момент был. И потому что я прям чувствовал, что я слабый. Тогда я единственный, там, подъезд я там жгу, там, колено. Вот так я такую подготовку ему сделал. И вот так я вышел. Поиграл я, ничего там страшного. Мы были рядом, когда им удалили коренной зуб. Зуб мудрости, точнее. И у человека три дня было кровотечение. Помимо этого еще у него была температура. Несмотря на это, он вышел и показал очень хороший конкурентный бой. Я не думаю, что не особо такого, чтобы я там поиграл. Я думаю, наоборот, это бой мне дало много чего. Я показал. И просто в этом бою у нас не получилась такая рубка. Алаусет хотел свою игру завязать. Я свою хотел. Но вот так он выиграл. Что сделать? Победы бывают, поигрыши бывают. И вот так. И с Алаусетом у нас такой был бой. Если я думаю, что Муракбек тоже будет в стойке работать. Я думаю, что мы самый-самый такой бой устроим. Я тоже вижу. Муракбек будет в стойке работать. Я сказал, с любым разницей нет выйти, подраться, показать зрелище, шоу. Я любое время. Я тоже вижу этот бой. Вижу этот бой. Прям зрелищным. Оба рубаки. Как ты думаешь, Муракбек, если бой состоится Шавхал-Перс, кто выйдет победителем? Твое мнение. Вот, честно говоря, Перс недооцененный боец. Честно, я сам его даже где-то, наверное, недооценил. Я его не воспринимал. Он недооцененный. Но я говорил, Шавхал непредсказуемый. Тут, я считаю, оба профессионалы, оба плюс-минус на одном уровне где-то могут ошибаться. Я не говорю, что кто-то кого-то сильно... То есть, как спортсмена ты уважаешь Перса? Как спортсмена, ну, он, по идее, хороший спортсмен. Но как человек он не есть хороший. Нет, именно как спортсмен. Да, как спортсмен он хороший. Если нормальный человек был бы, он сегодня здесь был бы. Возможно, да. Не испугался бы, куда-то не полетел. Да, давайте, если бы он сегодня здесь был бы, он все и умер. Альфредо, судя по последнему бою, он вообще не уровень Шавхова. Если судить его именно по последнему бою. Я не видел последнего боя. Вчера был у него бой, не будем оглашать результаты. Но, поэтому боюсь посмотреть, он вообще не уровень и не уровень Шавхова. Вообще, давайте для зрителя я сейчас проясню. Сейчас должна была быть конференция Персов против Косымбая. Так получилось, что у Перса была вчера потасовка с Шавхалом. И, как я понял, ну, как мне написал его брат, они сейчас... Ну, он, Перс, сейчас улетел в другую страну. Он долго будет. Бегал, бегал. Легально депортировал. Какие причины, я чего не знаю. Я говорю то, что я слышал, то, что мне сам его брат сказал. Вот. И мы решили, что сделаем пресс-конференцию Шавхала и Муратбека. Потому, что это очень даже, ну, вероятный бой. И, в принципе, медиа не них. Именно в поп-ммэй. В сфере ММА. Не на руках, а ММА. Но, в принципе, это топы. И этот бой, скорее всего, я думаю, у Шавхала будет. Сегодня у Косымбая, Муратбек... Откуда ты прилетел отсюда? С Казахстана. Он прилетел. Вчера, позавчера прилетел. И... Сегодня вот ты прилетел. Сегодня, да? Я... Мне за час купили... Сколько часов оттуда улететь? С Казахстана? Я, получается, вообще, если прямой рейс был бы, три часа было... Четыре часа было. А ты сейчас полетел? А я с Астаны полетел в Алма-Ату. В Алма-Ате шесть часов стыковки ждал. И... Вот я здесь. Еще четыре с половиной часа. Я пишу брату Персу. Я говорю, мы деньги потратили на билет. Человек, время. Туда-сюда. Ну, видишь... Как так можно? И не ответили. Страх... Страх пришел человеку. Пришлось улететь в другую страну. Ну... А ты думаешь, это из-за вашей стычки он улетел в другую страну? Ну, конечно, сто процентов. И в том числе. Испугался, не приехал. Он же хотел приедет. Правильно то, что... То есть у него была договоренность, что он будет сегодня здесь в Уордбеке. Он должен был узнать. У него был какой-то план, расчет. После потасовки он исчез. Ну, я слышал, ты его сегодня по всей Москве искал ночью. Шавхал тут. Он около подъезда ночевал. Мариев где-то тоже тут. Что ему тут делать? Уордбек тут. Он сюда зайдет, он не выживет. Он просто зайдет. Со всех сторон просто. Никулин даже. Знаешь, почему? Если нормальный человек был бы, не было бы у него такие претензии. Но он вот этот... Кошка-мышка, он играет и он долго не будет кататься. Ну, Альфред очень хотел, чтобы он здесь был, да? Он не понимает, мне кажется, он не понимает. Он поймет просто в меня, поверь мне. А потом будет по-другому себя вести. Я его научу, как надо ходить. Кот сапога. А что ты хотел сделать? Вчера бы ты его поймал. А что ты хотел сделать? Если интересно было, я тебя скину. Что я ему с ним сделаю? Просто на конференции грязь не получается. Хочешь как-то словесно выкинуть, да? Мне интересно, чего был. Вчера он нашел просто. Ну, он точно. В новостях бы узнал бы. Я думаю. Оно того не стоит. У него хорошая карьера, перспективы. Мне кажется, Шавхал может даже на UFC наметить. Поэтому что-то лишнее делать там без камер, он того не стоит. Кстати, у тебя есть? Да, еще. Вообще есть. Меня чисто тормозит виза, скорее всего. Тормозило до этого момента. Только виза. Были предложения за океаном подраться? Уже были, да? Ну, я тебе скажу, молодой. Я единственный первый боец в поп-мм, который попадет в UFC. И наведет там большую шумиху. Я единственный запомнил. Ну, кто-то там бойцы есть. Другие лиги. Там поп-мм бойцы. Так-так. Несерьезно. Торнил тоже Месси, Косты, все они. Из-за чего они сделаны. Тоже люди. Поп-мм. Но он говорит, что не нужно недооценивать соперников, точнее, участников бойцов из поп-мм. Да, это понятно. Он, конечно, будет и совмещать. И поп-мм, и проф-бой. Дайте бы Радбекуру сказать. Я раньше говорил, что в поп-мм, это то, что в Штатах называют ММА. UFC, да, вот это все. В постсоветском пространстве это и есть поп-мм. Там тоже самое грязь. Просто мы не понимаем на английском. Да, почему начали смотреть поп-мм? Потому что нет цензуры. Все как есть. Драки прямо на пресс-конференциях. Так же, как и в Штатах. А у нас просто в постсоветском пространстве это как бы не одобряют. Такой шум, не говори так, потом за тебя будет стыдно. Типа такого. А тут просто без цензуры. И вот этим оно и взяло такой большой обхват. На самом деле это все бойцы те же профессионалы, которые вот в поп-мм обьются и в простом ММА. И, Шавхал, я так что тебя услышал. Ты говоришь, что ты будешь один из первых. А ты будешь первым, сказал. И ничего. Но дай Аллах тебе попасть. Честно, я искренне. У меня с тобой никаких конфликтов нету, ни прязни. Я только рад буду, если у тебя что-то получится. Но не говори, хоп, пока не перепрыгнешь. А вдруг я тоже мечусь туда? Мы же не знаем, кто будет. Ты не из поп-мм, братик. Ты из проф-боец. Ты же проф. А, я тебя неправильно понял. Ты из файт-найтс. Он реально вот начинал с поп-мм. Ты у всех ассоциируешься как проф-боец, который пришел в поп-мм. Ты, кстати, вопрос задал мне. Вот эта лига. Вот в России я в данный момент... Да, в ICA бы ты хотел бы выступить. Я себе цел поставлю, что я буду самым обсуждаемым бойцом. Это есть сегодня. И вот это есть, который... Знаешь, самое интересное, что вот... Честь, достоинство потерять и там хайпануть, это очень легко. Да. Идти прямо, сохранить. Мужчина быть не проблема. Мужчина быть и ходить вот это проблема. Поэтому я себе сделал достаточно достойное имя. Оставляю себе. Я не оставляю там, чтобы я потом там голову упустил. Такие поступки я не делал. Я иду так, как мне надо. Я знаю. И я хотел так вот поп-ммм. Я достаточно свое имя сделал. Я думаю, очень... Достаточно медийность у меня есть. И я больше не собираюсь там поп-ммм оставаться. Если я оставлю, то я буду сюда заходить, уходить. И вот так. И поэтому в данный момент российская ММА, я думаю, боится. Меня прекрасно знает. И мне было предложение один раз. И мне неинтересно было, чтобы выступать. Если я зайду в какую-то лигу, я думаю, я думаю, в любом весе российской ММА я могу любой пояс забрать. У тебя какая весовая? У меня 66-70. Могу хорошую подготовку сделать. Я с любым могу и любому угрозу сделать. Поэтому я думаю, что особо неинтересно, чтобы я где-то пояс забрал. Поэтому я по-другому буду. И меня, если в том числе взять, недолюбит. Я это прекрасно понимаю. Ваш хейт, мой актив, мне это плевать, если взять. Но я думаю, я все правильно сделаю. И вот так, короче. Чтобы я с любым готов подраться, у меня есть на этом. Вот мой хайп. На этом я все самому приходит. Слушай, ну, путь, который ты выбрал, и то, как ты себя ведешь, все правильно делаешь. Ну, в поп-ММА, ну, давайте будем откровенны. Они любят, когда приходят, я тебя уважаю. На уважение, руки жмут. Это вот, ну, никому не интересно. Тут любят высокомерных. Вот Чор Шамбе тот же пример. Надменно себя высокомерно вел, дрался, полюбили. Хейтили, но полюбили его, смотрели. Шафхал, ну, откровенно скажу, высокомерно себя ведешь. Но тебе это идет. Вот знаешь, кто-то себя строит высокомерного. Ты вот сидишь, походка, манера разговора. И за этим интересно наблюдать. Так и делай. Вот если в поп-ММА кто-то хочет вырасти, к сожалению, вот, хорошие персонажи, они не интересны. Нужно трэш-ток делать, трэш-ток. Я тебя тут перебью насчет грязи. Нет, не грязь, он грязь не делает, но он газует. Нет, имеет суть, ты говоришь, на уважении, которые сидят, они особо не хайпуют, да? Тут я с тобой не согласен. Ну кто, вот приведи пример. Вот пример прям тебе. Этот бой пример. Вот именно здесь был, на хайпе был, когда я с Эмилем. Я с Эмилем, мы только на уважении. В нашей же пресс-конференции был Фарид, с кем-то дрался, да, там, такой шум навели. Просто я прочитал это, я даже этот бой честно не смотрел. На пресс-конференции они громко шумели. И там были, были комменты, Фарид с кем-то там громко шумел, но бой не показали такой, какой ожидали. А Эмиль с Муратбеком все на уважении, но зато такой бой показал. Но у вас зашла конференция, потому что вы оба уже супер-медийные, вы оба уже медийные. Если бы вы оба были не медийные вообще, это бы, это бы тоже не... Так-то Наврузов финалист, хардкора и топ-боец. Я понимаю, но я объясню это так. Мы зрителей собираем за счет своих боев, по большей степени. Не только из-за того, что мы говорим, но из-за боев. Я лично свою аудиторию собрал не из-за того, что я там на кого-то газую, что-то говорю. Я собрал за счет своих навыков в клетке. И я уверен, если бы даже мы с Эмилем не были бы... Но этот бой вы все смотрели. Да, хороший бой. Бой как? Классный? Нет, 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 не отсчитываю. Не отсчитывают рэпери. Мне хочется поорать. Вот это да! Вот это бой! Что мы видим? А если бы мы такой бой устроили, вы бы их запомнили бы? Не, ну у вас имена есть. Не, ну вы бы их запомнили бы? Ну нет. Запомнили бы. Я был тем самым неизвестным бойцом, но я аудиторию завоевал. За счет своих боев. Смотри, Марат Бек, еще с тобой не соглашусь. Если бы ты показывал такие... Вот он говорит, благодаря там, грубо говоря, Штоку, ты говоришь, благодаря Маян. Шток тоже нужен. Я говорю, ты знаешь, что я считаю? Я считаю, на первом месте харизма. Если бы ты так дрался, не было бы харизмы, было бы, ну типа, такое, знаешь, ну неплохо, ну прикольный пацан. Если бы он так же, если бы он плохо дрался и было бы, ну короче, грубо говоря, решает харизма. Его высокомерие, это его харизма. То, что тебя по-доброму ведешь, это харизма. То есть... Такой добряк, который выходит и просто... Да. А если бы ты только так дрался, но не было бы вот этого вот... У тебя такой... Ну да, что ты думал. Добряк такой, короче. Да. И у человека харизма решает, я считаю. Один момент хотел бы сказать. Вы сказали, Шоухол ведет себя высокомерно и как-то персонажем назвали. Этот человек вообще не является персонажем. Этот человек, какой есть в жизни, такой он и на камерах. Просто... Я для аудитории это просто говорю, чтобы люди понимали. Многие думают, что есть здесь люди, которые ведут себя на улице, тот же самый персидский дагестанец, который, отпустив голову до... Точнее, он не был перед камерами. Опустил голову, сказал, все, не будет никакой грязи. Да, через дожало он. Пусть когда зашел, включились камеры, человек стал каким-то зверем, я не знаю, хищником. Там, не знаю, каким хомяком назвать, наверное. У него внутри такая, ну, плохая черта, он понял, задеть, цепануть кого-то хочешь. А, поэтому, да, такая? Чуть гниль, понял, такая. Все, понял. А что ты угоражешь? Вот я в шутку говорю. Мне кажется, он тебя поддержит, просто грязи здесь нету. Да, 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 я понимаю, бензин надо поджигать. Да, да, да. Просто это человек... Не, я говорю, ему это идет, это его стиль. Не, имейте в виду, он никакой жизни такой на камерах. Да. Нет никакого лицемерия этому подобному. Вот он лицемерит. Вот так. Один вопрос хотел, Мурат Бегу. Мурат Бег, если сейчас у тебя за здоровьем нормально все будет, туда-сюда. Готов даже подраться со мной, этот самый... Просто знаешь, в чем проблема? Со мной согласятся на бой, в том числе, как Никулин. Вот день до боя, три-четыре дня остается соскакивать. И потом какие-то ноу-немо кидает на меня. Мне неинтересно, я остаюсь без боя. Поэтому сложно, если ты хочешь прям боя, можно было там, ну, устроить. Такой, я думаю, у нас получится. Такой завершенный бой пойдет. Я не сомневаюсь. Я говорю, я сам при искушении этого боя. Будем друг друга зубы урага. Я не сомневаюсь, что бой будет прекрасным. Но смотри, в первую очередь, честно, мне здоровье важнее. Да, конечно. Это наша просьба была. Сначала полностью вылететься перед боем. Да, мы с собой. Только потом. Если ты не вылететься, нам тоже бой вообще неинтересный. Затем подготовлюсь. Чтобы бой был зрелищным. Да. Смотрите, если, грубо говоря, этот бой состоится там, допустим, через шесть месяцев, через полгода, когда-то там... Ну, я думаю, там, ты дальше будешь побеждать. Ты также первый какой-то обычный бой, наверное, сделаешь. Ну, мне, наверное, нужно будет после простоя раскрыться еще. Вот я и говорю. Обкататься в любом случае. Обкататься в любом случае. И, грубо говоря... Ну, это мой взгляд. Если им братья скажут, газуем, то я... Да, если мир согласится, можно с ним обкататься, потом на стол холл выйти. Да, с ним можно. Я говорю, вот Шохал дальше будет побеждать, ты дальше будешь побеждать. И, грубо говоря, знаешь, там, первый и второй номер. Ну, или наоборот, я не знаю, там, как вы себя считаете. Нет, два лидирующих лучше так. Да, два лидирующих. А все равно все люди начинают подседателять этот бой ждать. Вот, я думаю, ваш бой только будет... Это подогреет еще больше. Да, да, да. Я понял твою мысль. Можем, в принципе, сделать стейрдаун. Если даже будет через полгода состоится, сделать стейрдаун и... Зрителям было интересно посмотреть на тебя, куда ты пропал. Вот тебя увидели. Честно, насчет стейрдауна... Не хочу. Просто, знаете, как... Были много моменты, Перс со всеми делал стейрдаун. И просто, как говорят, он только выходит на стейрдаун. Я тоже так не хочу. Просто... Не, со мной... Поверь мне, со мной. Если у тебя здоровье, то, наверное, будет... Не-не-не, я не говорю, что ты плохой. Я говорю, сперва же здоровье. Будет стейрдаун, я не люблю вот так вот. Просто... А для себя не хочешь, чтобы тебе сказали что-то, да? Просто так стейрдаун не хочу. Перед боем обязательно будет стейрдаун. Окей. Друзья, также не забываем подписываться на наш телеграм-канал. Там будет розыгрыш одного миллиона рублей. Ссылка будет под видео в описании. Да, вся информация там и обязательно также подпишитесь на наш YouTube. Все мы это делаем для вас. Спасибо. Ну что, наше следующее уже принципиальное противостояние. Это Фариди Дулаев и Юсуф Алипханов. Арая, вообще смотрел ли ты их бой? В курсе ли вообще сколько было кипиша и конфликтов? Да, смотрел первый бой. На самом деле, о них прям искры летают. И вот тебе такой вопрос. Смотри, вот первый бой, я так понял, как я понял, ты выиграл. Очень крутой бой. На мой взгляд, равный бой. Победу в котором единогласным решением судей одерживает Фариди Дулаев. Фарид выиграл. И второй выиграю, в чем проблема? После первого боя он провел немало боев и в принципе все побеждают. И как бы все зрители видят то, что он набирает. Он реально на руках прям начал хорошо работать. Ты же после поражения не провел ни одного боя. Вот что изменится с момента первого боя и до второго? С кем он бои провел, я могу с ними за один вечер подраться с тремя статами. Что ж ты меня не выиграл? То есть ассасим, по-твоему, не синий соперник? Я его вообще не почувствую. Не, который в красном костюме, да, я согласен. Это, знаешь, это, как говорится, начало сказки опять. Да я тебя не почувствую. Ты золотой хищник же, да, вроде как называешься? Сейчас я еще второго золотого пройду, потом опять тебя. Так что мне нечего. Я один золотой. Я доказался, во-первых, действиями. Какими? Я на свои слова ответил. Ты проиграл мне? Тебе судьи помогли, тебе судьи помогли просто. Ты до сих пор не можешь признать это поражение. Почему я должен признавать? Потому что ты проиграл, руку кому подняли. Да при чем тут, кому руку подняли, тебе просто подарили это. Че, ты можешь каждый бой выходить, будут руку всем поднимать, ты говоришь, да я выиграл. Да так не делается. Напомни, ребят, что бой был спорный, вот. В этом бою Форес держал победу. Одержал. Но возьмем, Альфредо, то, что когда ты сидел, ты там сидел такой уверенный, да я тебя не почувствую, да че, ты воздух туда-сюда. И было такое? Ты про что сейчас? То, что ты сидел у меня говорил, то что я воздух. Так я тебя не почувствовал. Ну как ты меня, ну как ты раз, ты сказал то, что ты меня выиграешь. Когда ты со мной дрался, ты очень сильно боялся. Я не боялся. Ты боялся, я страх твою глаза видел. Я даже, я хотя бы могу это признать, то что я тебя переоценил. А я не могу признать, потому что я не боялся, понимаешь? Потому что ты слабый человек получается. Я слабый человек. Сильный человек должен признать, и вот ты сейчас сидишь передо мной, должен сказать, да я проиграл, но я второй раз выйду и тебя порву. А я тебе сейчас говорю, я тебя и первый раз выиграл, выйду и второй раз выиграю. Ты ничего не сделаешь. Чтобы ты не говоришь. Вот это то же самое, да сейчас это есть, а как дежавю. И мне ничего не сделаешь, вышел, проиграл. Ну ты что-то изменил в подготовке? Конечно, я приехал сегодня с Грозного, я был на сборах. Бокс или ММА больше тренировал? Бокс. У них будет ММА. Нет, у нас два руки, руки конечно. У Ларсанова Руслана я тренировался по боксу в клубе Ахмат, проходил сборы. По две тренировки в день прям? Три тренировки в день. Чё не пять? Ему не десять. Ну это все ерунда, там где я проходил, я не знаю. Там где я проходил сборы, слушай, там где я прохожу сборы, все твои тренера, мне кажется, у них учились. Лучше бы прям их тренировок. Не, я не в обиду к ним, но я знаю то, что тот человек, кто меня тренирует, он по-любому с ними как-то контактит. И даже, мне кажется, они у него и тренировались. Это, наверное, один из лучших тренеров вообще в попу ММА и вообще везде. Как зовут? Это Зафир, тренер Харуна. Харум победитель гран-при. Я тренировался у него. Сейчас я прохожу у Типчика также тренировки и я скажу, Типчик дает мне такой уровень. То, что я тебя вообще... Вот в этот раз я говорю смело просто. А Типчик сам где-нибудь дрался? А? Типчик сам где-нибудь дрался. Зачем ему драться? Поверь, у меня в Сарацию был тренер, который не провел ни одного любительского боя, но он тренирует и подготовил таких бойцов, что они выиграют чемпионат Европы и чемпионат мира. Тут дело не в этом. Уровень мастерства я увидел просто. А, ты уже? Прошло сколько? Три месяца? Сейчас я смело говорю. Послушай, Альфредо, ты... Вот вообще... Ты... Извиняюсь. Извиняюсь. Арайк. Я говорю сейчас при всех смело и я заявляю о том, что король тут я. Ну, может быть я с Шофхалом где-то сейчас посоревнуюсь, но король тут я. Я доказал это делом. Я помню, что ты смеялся, что да ты не медийный, когда я с тобой дрался. Сейчас я в пять раз медийнее, чем ты. Чувствуешь разницу? У меня тренировки намного стали упорнее, я вот не договорил. Я выйду, сейчас я тебя не почувствую и я могу сказать смело, что я в первом раунде тебя смогу убрать. Вот сейчас ты не мой уровень. А если не уберешь меня первый раунд? Уберу. Я за свои слова отвечу. Вот все на камеру. Ты его загоняешь, как обычно. Смотрите, все камеры. Я его уберу. Захочу в первом раунде, захочу во втором. Вот сколько комментариев. Я прочитаю. Слушай, будут комментарии. Пишите все, в каком раунде его уронить и я это сделаю. За словами твои отвечу. Смотри, давай так. Я уверен в себя сейчас на столько, что я не знал. Если ты его не уронишь в первом раунде. Готов отдать ему ну хотя бы 30% с гонорара. Смотри, мы будем ориентироваться по комментариям. Скажут мне в третьем уронить, какое большее количество будет. Да, я готов ему 30% с гонорара дать. Я уроню его. И воспринимаешь его. А ты готов? Я готов гонорар поставить. Я готов гонорар поставить. Вот тогда я его воспринимал. Да, у меня было. Ребят, подожди. У меня очень хорошее предложение. Сейчас ты сказал. По 500 тысяч, да? Да, если я... Вот смотри, смотри. Ты говоришь, что ты готов свой гонорар отдать. Ты говоришь ты. Ну не полный. 30% А, просто он говорит, что полный. Что если, например, какая-то конкретная сумма, грубо говоря, миллион, неважно какая сумма, и победитель забирает все, проиграешь и ничего? Я готов. Я уверен. Я уверен. Вот серьезно. Давай. Я в этом бою уверен на все 100%. Ну будет обидно. Хорошо. Даже если не нокаут, но я уверен на победу. Вот рука... Сомнений нет. Нет. Сомнений нет. Я говорю, что я выиграю в любом случае этот бой. Насколько действительно принципиально? Ты проиграешь мне. Реально, я тебе... Я на другом уровне сейчас. Я тебя уже слушал. Я тебе на полном серьезе говорю, я на другом уровне. Насколько, знаете, интересный момент. А я что, стою на месте? С кем игрался? С кем? А ты? Ты вообще ни с кем. Я ассасины прошел. Я сейчас золотым буду драться. У меня ассасин. Слушай, ассасин. Золотой. Оев. В России. И тридцатого числа бой. У меня еще четыре боя. И все соперники намного круче Медини, чем ты. Ну, Тимке, ты проиграешь сто процентов. Говори, говори, проиграешь. А если выиграешь... Это бои из моей команды. А какая разница из твоей команды? А если ты говоришь, что Фарид плохой боец, зачем тебе бой с ним? Хайпа хочет, но ты что, не понял? А почему он хотел бой со мной? Потому что человек сколько бьется, он там говорил, я там... Почему он хотел бой со мной? Мои видео в ютубе набирают. Почему он бой с тобой хотел? Да, когда мы первый раз дрались. Почему я с тобой хотел? Я же не отрицаю. А, почему я хотел? Ты же мне предложил этот бой. Ну, я не помню. Или я тебе сам позвонил, говорю, дайте мне Юсуфу. Я вот сейчас не помню, кто первый. Нет, было так. Ты мне позвонил, говоришь, есть Юсуф, Алипханов. Хочу этот бой сделать с тобой, потому что он бьет всех треш-токеров. Вот такой разговор был. Возможно. Чтоб я сам позвонил, сказал, дайте мне, да не, брат. Я даже на тот момент чувствовал то, что и знал, что я круче тебя. Хоть у тебя там 10 тысяч подписчиков было, а у меня четыре. В чем ты круче меня? Самое главное, а я обычный человек. У меня последний айфон. А я обычный человек. Я не при бабках, мне не нужны крутые вещи. Я вот, чтоб ты понимал, все четыре съемки до этого ходил в одних и тех же кроссовках, в одних и тех же штанах. И мне не стремно. Я вот выхожу и говорю, я круче тебя, как в спортивном плане. Да даже в спортивном плане ты не круче меня, поверь мне. Ну, понятно, поэтому... Почему ты боишься со мной по ММО драться, объясни мне? Потому что я не борец, я не боюсь. Но я не борец. Но он признает, он признает. У меня это условно обговорено бой, но этот бой может состоится и через год. Было, я согласен с тобой, но у нас не был. Вот через месяц бой нет. А у нас договор был с тобой, что через полгода был? Был? Ну полгода же еще не прошло. Почему не прошло? Ну, уже почти. Два месяца назад мы с тобой... Мы с тобой два месяца назад подрались. Ты что с датами, ну, путаешь? Два месяца назад турнир прошел. В декабре подрались. В декабре подрались. В 16-го. Ну, два месяца. Два или три? Сколько? Ну, где еще? Ну, короче. До полгода еще далеко. Смотри, мне просто чем это противостояние нравится, что оба готовы даже свой гонора дать, настолько уверен в своей победе. И вот я думаю, что у вас все закончилось после боя, но потом один прямой эфир, второй, третий. Я так помню, вы сейчас в прямых эфирах ссорились и выясняли. Ну, человек до сих пор нас бьет. Я принялся его побить на арену. Это вот когда он дрался? Да, я приехал туда, меня внесли в черный список. Когда мне не дали микрофон, потому что я не знаю, что он там сказал им, чтобы они не давали мне микрофон. Я? Я ничего не говорил. Черный список внесли и попросили уйти оттуда. Ну, потому что беспределить не нужно, люди проводят... Я не беспределил, я хотел вопрос задать. Нет, слушай, люди проводят мероприятия, и вот ты говоришь, я приехал его побить. А что я сделал, подожди, а что я сделал? Я хотел вопрос задать. Хотел, ты говоришь сам, я хотел приехать его побить, правильно? Ты срываешь мероприятия, в первую очередь ты не уважаешь организацию, хозяина организации. Организация это нравится, понимаешь, когда там... Тебе разве нравится, когда вот этот кипиш за пределами камеры происходит? Или твоего бойца там пришли... Ой, давай щас не будем, это хайп, это хайп, все это понимают... Да, ты наверно хотел просто хайпануть, получается, приехать там... Нет, я приехал за твои слова, потому что ты мне потерял. Когда я уехал, ты узнал, что я уехал. Я не узнал, что ты уехал. Ты меня? Ну мне так же сказали. Нет, кто... Нет, кто такое сказал? Подожди, кто себе такое сказал? Я лишне там никому не... Нет, я сказал, что вот драться вот... Я сказал, слушай... Я тебе сказал эти слова... Подожди, я что-то сказал то, что я боюсь, подожди... Ты сказал, я не хочу сказать... Зачем ты мне звонил? Ты что еще говоришь? Ты сказал, что на улице ты не хочешь... Да, я не хочу, я сюда... У меня есть, во-первых, послушай, у меня есть мать, у меня есть отец... Выходить на улицу и получать травму, чтобы моя мать потом переживала. Нет, я лучше выйду как мужчина, выйду в октагон и докажу то, что я сильнее. А на улице что, не мужчины дерутся? На улице это... Мы приехали на турнир, на улице это не по-мужски, я считаю. Ужасно. В наше время это не по-мужски. Есть октагон, выходите, деритесь. На улице точно не надо. Был бы не я, был бы другой, ты бы его ударил, он пошел бы мусорнулся, что бы ты потом делал? Как ты отцу вообще в глаза посмотришь потом матери? Она переживать за себя будет логично. Если было бы, за что я его ударил? Ну если за что, за что-то ударил. А за что? Ну если он... Ну за что, за что? Ну за что, за что? Ну а ты все равно должен понимать, другой на тебя может там грубо выразиться. Ты выйдешь к ним, ударишь его и ты залетишь. И тебе вот это надо? Не, просто скажи. Мне лично не надо. Я говорю, меня мать дома ждет. У меня есть брат, сестра, бабушка. Я не говорю за себя, я говорю... Парит, Юсуф, я правильно понимаю, ну, у вас вот как был конфликт перераз, он вообще даже на грамм меньше не стал? Конечно, не стал. Человек не может. Я понимаю, что даже там, ну, после боя, там, я не знаю, не будет такого, что там... Нет, после боя, я что-то, ну, руки пожмем, да. А, да, человек... Я не собираюсь с ним там что-то. Если он что-то хочет со мной, я любому обращаюсь. Кто со мной что-то хочет разборки, клянусь, говорю, я с любым готов один на улицу выйти, порешай. Но с ним он мне пожал руку после боя, все нормально. И в этот раз подеремся, это закончится. Смотри, не будет такого, вот вы сейчас опять подеретесь, и ты микрофон берешь и говоришь, вот было бы ММА, давай по ММА, я тебя там выиграл бы, переехал бы. Нет, нет, такого не будет. То есть, вот если он выиграет, по-мужски признаешь, все, с победой на руках ты сильнее. Да. Если есть желание, давай ММА. Смотрите, как вам такая идея, что если бой равный, абсолютно равный, чтобы потом не было, там, Юсуф, ты говоришь, что тебе кажется, что кого-то там, я не знаю, кто-то тащит кого-то. Делаем экстра раунд, если он супер раунд. Я готов на два-три раунда еще вперед. Нет, давайте обязательно. Я сразу подписываю. Давайте обязательно, три раунда по две минуты. Готовы, да, готовы. Если судьи считают, что бой где-то спорный, экстра раунд еще. Экстра раунд три минуты. Да не надо, две минуты. Три минуты, я готов, у меня сейчас, я уверен в себе настолько. Ну что, давай, я вот хочу, если экстра раунд только на три минуты. Три раунда, если пройдет на руках, следующие руки-ноги. Если у нас идет бой по одним правилам. Почему Амирхан Уэм так и сделал, когда дрался с Фишером? Да, Амирхан Уэм, с кем дрался с Фишером, что ли? Он его выиграл, тот проиграл. А теперь давайте по новой бой. По моей стихии, Фишер. Но это же вечер это было, правильно? Но это другой бой. Они вышли на бокс, тот того выиграл, он говорит, хорошо, ты меня сейчас выиграл на руках. Давай еще раз, только теперь по кикбоксу. Давай сделаем реванш по кикбоксингу или ММА, прямо вот здесь. Сейчас? Нет. А когда? А ты хочешь сейчас? Можем сейчас. Нет, без разницы, в любое время, когда сделаешь. Давай сейчас сделаем бой. Вы можете подраться по боксу, если ты ему предложишь, теперь давай другой отдельный бой, типа еще с ногами. Если он даст добро, то деретесь, но это уже отдельная будет. А экстра раунд, я говорю, если экстра раунд, то три минуты только. Мне кажется, я хочу три минуты. Лучше два раунда зарубитесь, чем еще, нормально так. Я просто условно говорю, я готов еще на три минуты. Как думаешь, это трэш-ток или он реально самодушен? Я заболел коронавирусом, я с тобой когда-то... О, все, началось отмазки. Это правда, я 14 дней лежал в постели, я два раза в оморок упал. У меня 39 температура была, я дышать не мог через нос. Лучше этого не надо говорить на камере, сейчас звучит как отмазка. Нет, это не отмазка, это как если... Я полгода лежал в ампутировании, у меня он нога вставная. Я, знаешь, я там не сказал, типа, я заболел, да я не выйду. Я вышел на этот бой, потому что на меня много людей смотрят, и я никогда заднюю не дам, поверь, нигде. Потому что я, если у меня бой, значит, я выйду заднюю. Это же профессионализм. Когда брат Альбредо Дэнни мне звонил, у меня был сломанный палец, я с Шамисаном дрался, я палец себе сломал большой. Я сказал Дэнни, типа, есть ММА, типа, я готов, говорю. Он говорит, не ММА, типа, ты можешь, типа, ну, там, карты будет, типа, ну, это будет интересно. Я пошел, ну, на уступки, да? Да, было такое. Я пошел, я принял, как бы, и даже когда я заболел, я все равно вышел на этот бой, потому что я считаю, я не хочу подводить организацию. Я такой человек, если я даю слово, я его до конца сдержу, и поэтому не смейстерный, никто. Ну, ты согласен, что сейчас ваш бой настолько принципиальный, что если какая-то болезнь или что-то надо перекладывать? Потому что, я думаю, и у тебя будет давление, уже вот столько было сказано, столько уже пройдено, и сейчас нужно прям максимально лучше формировать. Я готов выйти второй раз, убедить его то, что он намного ниже уровня меня на данный момент. Так что готовься, я на спокухе к этому бою подхожу. Он готов, ты готов. Он тогда был тоже готов, брат. Нет, он сейчас вообще готов. А я сейчас не буду говорить, я там готов, готов понты. Я говорю, я выйду, докажу, второй раз его выиграю, и уйду спокойно с хорошим чеком. На самом деле человек молодец, потому что он выиграл, после провел бои, и хорошенько хайпанул. Он хорошо хайпанул. По сути, он мог бы, честно тебе скажу, он вот на данном хайпе, да, например, там у тебя уже 77 тысяч подписчиков, там 50 цент сделал репост, там еще какие-то моменты. Он, в принципе, сейчас мог бы пойти дальше, и там выбирать более мединых соперников. И я считаю то, что он дал тебе реванш, там, ну, с точки зрения бона, уважения ему. Я тоже, как бы я сказал, я готов три боя сделать, как он сделал три боя, да, я готов три боя сделать, и потом с ним на реванш выйти. А с кем ты будешь бить? Без разницы, вообще без разницы. Моего соперника в один день ты переведешь. Ты говорил, ты выиграешь сейчас меня на спокухе, и хочешь бойся с чершем Биева. Да, да, да. А как ты хотел с ним бойся, если ты меня не прошел? Я тебя прошел. Ну, я надеюсь, этот бой скоро состоится. Этот бой состоится и закончится очень быстро. Я думаю, откуда ты дашь мне нормальное соперника? Дай ему нормальное, да. Мы можем, я думаю, ну, сразу этот бой сделаем, там, грубо говоря, там, конец месяца или начало следующего. Нет, конец месяца не получится. В апреле я драться не буду, месяц Рамадан, я не хочу драться. Ну, да, я говорю, начало апреля, первого, второго. А, смотри, да, либо начало, потому что у меня сейчас плотный график. Три боя у меня на этот месяц уже точно есть. А какие соперники? А 30-го у меня... Ну, это пока я не буду говорить не точно, потом лично тебе скажу. Ну, на арене бьюсь. Угу. Тоже такой нормальный бой. В принципе, понятно. Есть что еще друг другу пожелать перед боем? Да, а что желать? Просто прими опять свое поражение. Просто я хочу тебе сказать, я тебя сломаю просто, понял? Ты меня сломаешь? Да. Мне смешно, если честно. Я не буду говорить, сломаю, не сломаю. Я выйду, говорю, опять докажу всем, всему. Вот, кто в меня не верил, всем моим хейтерам, которые мне пишут, там, юстик, выиграл, выиграл. Он докажет, что он умеет проигрывать. Вот сейчас обоюдный вопрос. Вот, если ты проиграешь. Сильное ли давление из того, что ты проиграешь, и, допустим, сто раз проиграл, и столько людей в бой смотрели? И к тебе такой же, как бы, вопрос. Давление... Ну, вот, в случае, в случае проигрыша, вот, будет же... Это же намного хуже обычного поражения, я так понимаю, для вас. Это же, этот бой значит намного больше. Я клянусь, я говорю, я готов там умереть, но не проиграть. Но этот бой для тебя значит очень много, правильно? За меня очень много людей болеют и переживают, поддерживают меня. Поэтому я сделаю все, чтобы этот бой выиграть. Короче, в этом бою, я так понимаю, вы все себе оставили. Это принципиальный бой. Да, я и так оставлю, я спокойно выйду на этот бой. Сделаю, говорю, свое дело. Король тут я, Фара, меня зовут, все знают. Главное, тренируйтесь. А ты пока что только словами говорил. Не, если ты выиграешь, я тебе пожму руку. Типа, ну, поражение-то тоже, это неплохо. Главное, готовьте, чтобы не было потом травма была. Я принимаю поражение достойно. Я не принимаю поражение, когда с Азисханом дрался и сказал, я был не готов. Да, Азисхан, послушай, это очень давнишняя история. Я только залетел в поп-ММА. А почему ты сказал? Я понимаю, что ты готов был. Ну, ты слушай, я понимал, если я сейчас какой-нибудь фигни не наговорю, я не хайпану. И я это все продуманно сделал. Я знал то, что я сейчас это скажу, это везде разлетится. Изначально я сказал то, что был готов, потом не готов. Получается, хайпажок. Нет, просто тут нужна голова, надо думать. Как ты думаешь? Если бы я это не сделал, я бы не сидел сейчас тут, где я нахожусь. У меня бы не было боя на федеральном канале. Я постепенно к UFC приближаюсь, а ты еще нет. Как ты думаешь, прошел бы сейчас Азистану? Смешно. На руках спокойно. Да, у тебя же нет уровня до UFC. У меня нет страны. А я тебе что сказал? Я говорю, я постепенно... Подожди, Юссов сидел месяц назад в интервью, говорил, о, моя цель в UFC попасть. У него положения тоже нет. Мне один год сейчас исполнилось, я молодой парень. А я сейчас старый. У меня борьба, чтобы ты понимал, на высшем уровне я очень хорошо борюсь. Хватит! Я могу поспорить, 500 тысяч поставить в свою угоду. То, что ты с Алисофой выйдешь по борьбе и он тебя выиграет Давай Давай, давай, давай 500 штук с Алисофой Да, там делают они в борьбе, но он по ударке выиграет Смотри, я советую Я могу, Альфред, я никогда не сомневаюсь Я говорю, значит, это будет Когда бой будет? А, ты бой говоришь? Я хочу, чтобы Юсу потом, да, в дальнейшем А, бой по ММА С Алисофой А, я подумал, ты говоришь, борьба, схватка Не я, Алисофа именно по ММА Нет, я могу прям на туре зарядить сумму туда Поделись Не, просто я хочу проверить Алисофа, в принципе, не борец, но у него борьба есть Но я уверен, что он тебя по ММА выиграет Это сейчас не в обиду, я как за своего брата Просто знаю Он уверен? Я уже интересовался за него, он хочет с ним даже бороться Не, Алисофа хороший стощик Не, тут даже дело, брат, не надо смеяться Я просто говорю, я за своего брата топлю Я бы вот, как я сказал, так и хочу Подерись с ним, поймай, я посмотрю твой уровень Как, ну, брат, ты же сказал, у него очень хороший уровень по борьбе Давайте посмотрим, проведите этот бой Хорошо, один вопрос А почему сам не берешься с ним? А потому, с кем? С ним Ну, у меня нет борьбы, выйти вот так, он мне заломает ногу и все Зачем? А как ты в UFC планируешь? В UFC там без борьбы? Подожди, подожди, ты думаешь, я сказал UFC, я вот завтра полейхелпера? Ну, в UFC это может и три года пройти В UFC это пять лет, пять лет, шесть лет Запомни, ты можешь сейчас смеяться, а я докажу Не, я не смеюсь Полгода назад так же все А он такой, он угорает над чем Полгода назад все тоже смеялись Не, на руках ты молодец, ты набрал Но борьба, это либо оно есть с детства, либо ее нету В UFC уровень это В UFC говори, что он набрал, да? Вот с кем он дрался на руках, чтобы он набрал Нет, я просто сравниваю его бой с Чоршем Б Когда он, ну, младшим, когда он вышел Ну, честно скажу, не очень Я как зритель посмотрел, не очень И я сравнил бой с Ассасином, где он вышел И прям град ударов, у него хоть стойка появилась Ударка появилась, не знаю, он, как по мне, он набрал Ну, я не знаю, там, по борьбе, да? Я не знаю, почему он испугался Я ему на улице, он уходит, я говорю, ты че, трус? Кто, кто? Ассасин Я говорю, ты че, когда тебя, он его назвал, там, как ты его назвал? Шавка Шавка Когда тебя шавкой называют, я не знаю Ну, любой мужчина, который тебя мужчиной называет, он подошел, тащил бы ему Хорошенько Я ему говорю, ты че, очка Зачем, я вот с ним вышел за шавку, я ему в катагоне за шавку, вот, и он ответил за эти слова То есть ты не воспринимаешь его соперников, что ты были какие-то серьезные? У него духа нет вообще, у Ассасина Да, Ассасин, привет Он про всех так говорит Он самый сильный боец в поп-ум-ум-мэй, но даже меня не может пройти Не, Юсуф, духовитый, сильный парень Базар у него, не, красавчик Ну, пока что надо тебе чуть-чуть уровень подразить Вот на данный момент, я говорю, а если ты со мной опять по кулачке выйдешь, ну, тут уже... А как тебе мотивация? Тут опасно Честно скажу, по комплекте даже Вроде как хорошо борешься, почему ты лезешь в кулачку? Одно еще объясню, я когда пришел сюда, я сказал, можете мне дать бой по ММА? Мне сказали, нет, нам не интересен формат ММА А я сказал, ладно, я согласен на ваши условия, типа, я подерусь, ну, как вы скажете, типа, я все, я два раз согласился на руках подраться, я подрался Но, можно иногда пойти и на мои, там, уступки, да, чтоб мне тоже дали по ММА бой, понимаешь, я, я иду на уступки, то я просто... А зачем тебе бой со мной, поймал, выйди с достойным, выйди с достойным соперником, кто занимается ММА и покажи зрелищный бой Не, а ты именно со мной ходишь, ну, смысл, я хотя бы говорю, я сразу, Горик, я выйду, ты мне ногу с ломать Нет, я когда сюда пришел, а, вообще, в общем, все, понял, базар у нас Ну, далее на руках Да Не вижу тебя Смотри, первый бой прошел по-твоейски, верно? Первый бой, ну, ты же, достойчивый, верно? Ну Вот, этот человек, он базовый, как бы, угольник, да, он внизу Ну, да, и ты хочешь Второй бой, сделай, пойди к нему А зачем мне вообще, да, подожди, в первую очередь, в первую очередь я и так пошел сейчас на уступки, мне назад смотреть смысла нет Не, он принял бой, это уже нет Я принял этот бой, подожди, во-первых, ну, подожди, нет, подожди, во-первых, брат, извиняюсь Публике будет интересно именно по формату тому, где он проиграл Нет, клянусь, я говорю, я Мы ставим Публика Да, если будет это интересно Нет, подожди, ты сейчас неправильно говоришь Я сам хочу с ним на руках Публика, публика хочет увидеть бой по ММА, чтобы я проиграл, а я говорю, я проиграю по ММА А вот А, ты что? По ММА? Ну, конечно, я тебе, зачем мне сейчас сидеть? Ладно, ребят, тут Юсуфа как-будто не верят в то, что там без борьбы он не сможет выиграть, он в себя главное верит Да, наоборот, говорят то, что он с борьбой выиграет Честно скажу, равный бой, не буду врать, да Ну, по очкам честно Я его пошатнул, так пошатнул у него Ну, кого ты пошатнул? Ну, ладно, там, Россия Подожди, послушай, вот твое мнение Да По очкам я забрал Вот ты мне говорил то, что я колхозник, но я вот эти удары вообще Ну, смотри, 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 одну вещь объясню Ни одного синяка, ни одного ничего у меня на теле не было А у меня все лицо все еще было, мне потом зашивали все лицо Ты по ним попадал Ну, попадал, блять Они понимаешь, такие воздушные и даже мягчают удары Ну, тогда тебе надо постричь Ну, короче, первый бой ты говоришь, ты не готовился нормально, он там не был готов Вот сейчас будет реально жесткая заруба, без вот этого там а-ля, я не готовился Честно вам скажу, там, позавчера я заболел, потому что я смотрю, бои по ММА, кто-нибудь выходит проигрывает, говорит, я не готовился Как можно выйти на бой и не готовиться, ты профессионал По ММА, это лучше профессиональные бои, поэтому вот прям всего себя дайте тренировкам, выйдите в лучшую форму Я готов, я в лучшей форме Хорошо, даже если я Хорошо, ты говоришь, что я проиграл, да? Почему единогласным решением судей? Ну, это вопрос к судям уже, я не знаю Мне смешно было, честно Смотри, единогласное решение, ты же понимаешь, что единогласное решение судей, это если два судей и один отдали, это все равно единогласное решение Знаешь, почему они так сделали? Потому что, чтобы я на апелляцию не мог подать Когда мне сказали, только раздельный может Да какая там апелляция, там один удар жесткий, ты мне попал и все А почему, ну, какая им, то есть я не думаю, что они что-то делали специально, зачем им сделать так, чтобы специально сговориться, чтобы записки были такие Чтобы он подрался с Азисханом в следующий бой Я думаю, им это неинтересно было Да Ну Время вашего боя, о нем вообще мало Какие ставки, какие у тебя ставки на этот раз, просто я смотрел в живую сталь, там, я ориентируюсь на печень, отбить ему печень, ни одного удара в печень, вообще в корпус не прилетело Я видел, ты Никулину говорил А ты что сделал? Я? Да Я вот как сказал Убегал? Я как сказал, я выйду, я не буду с ним рубиться чисто Ты сказал, что ты меня вырубишь Ты что так там не сказал? Посмотри интервью с Тарасом, я не сказал Я говорю, кто выиграет, тот выиграет На конференции ты сказал, когда мурак свет Ты на конференции много чего наговорил, ты на конференции вообще сказал то, что я выйду, ты меня вот так просто свернешь и выгнишь Я так и сделал Это самый мой легкий бой был в моей вообще карьере, самый легкий Поклянись А? Поклянись Клянусь, самый легкий, то что я, нет, да я почему, мне че стрёмно Мне, мне это, кроме Сверчкова, давай Сверчкова уберем вообще Я самый сложный твой соперник, который у тебя был Да не, 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 ты че, ну я, я же наверное почувствовал Не считая Сверчкова, Сверчков, ладно, не обессудь там, братуха, еще раз извиняюсь, ты там на замене был Еще что-то может попадание с левой Может сесть Не, попадание было, это правда Так, ну-ка, че там в зубах? Все А, все? А, все С тобой я не говорю то, что ты легкий соперник, я говорю то, что я тебя чувствовал так, что мне было легко Но почему-то, почему-то когда ты в хардкор зашел, ты сказал, у меня были соперники Юсу Алибхана Хороший Потом ты на РНТБ говоришь Юсу Алибхану А, Юсу, ты не понимаешь много, ты не понимаешь немного, что я хочу донести Соперник, ты как боец хороший, но я говорю именно бой, бой у меня прошел самое, ну легко Все Я чувствовал тебя на дистанции, и вот эти твои удары, они вообще не долетали Один, один удар долетел, я там на миллисекунду че-то потрес и все А ты посмотри, как я тебя встречал, я тебя просто сайдстепами, раз, два, посмотри, пересмотрите бой Вопрос взял и стердаун сделал там Слушай, Али говоришь, что это был самый твой лёгкий бой, да? Бой, да, именно бой, не боец, а бой Ты ему даешь шанс, шанс, ты ему даешь Хотя, многим интересно видеть этот реваж, потому что там, ну, очень сборное решение было Твой самый лёгкий бой был, где ты на конференции, я его даже не видел Как я сказал, упираем его, я же сказал, извиняюсь, Коля, во все камеры Ты с алкашами только можешь играться А ты с кем бьешь? Ты с крутыми бойцами бьешься только, и они тебя все выиграют Кто выиграет у меня? Не, у вас один-один по противникам, ты дрался с пранкером, который военной форме подходит Пранкер с моего города, тоже не описуть, ну какой он боец? Я тебе объясню, почему он подрался, ты видел его пранки? Конечно видел Как он подписывает свои пранки? Кто-то дал заднюю, ну типа национальный семинар отвечает Он провоцирует, да, он провоцирует Ну так он же не боец Ну у вас один-один Ну тогда не надо мне говорить, что я с алкашами бьюсь Давайте сделаем стрэдаун Ну что, придется опять, мне кажется, ломать тебя Хотя В конец mismo Я зла Заходя . Он 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 뛰 Cit Click they В бою я тебя второй раз покажу. Традиционно подписывайтесь на канал, ставьте лайк. И я думаю, вы все ждете эти жаркие бои. Так что до скорых встреч, увидимся на боях. Всем спасибо, пока.